Наверное, молчать нельзя. Больше молчать нельзя. И то, что сейчас происходит, это вынуждает меня сейчас обратиться ко всему народу Кыргызстана. Идет массовое гонение на соратников Алмазбека Шаршеновича. Идет гонение на членов моей семьи, на наших детей, на самых близких родственников. Уже зверски был избит старший сын Алмазбека Шаршеновича Сейдбека Тамбаев. Сейчас его таскают каждый день в СНБ на допросы. Каждый день. Он в гипсе и на костылях. Поймите его состояние. Два уголовных дела уже открыты на близкого племянника нашей семьи Алмазбека Шаршеновича. Был обыск в доме нашего Куда. Это тестья старшего сына. Просто в грубой форме 10 милиционеров ворвались в дом. Перевернули вверх весь дом просто его. Понимаете? Не предъявляя никаких на то оснований. Без ничего. Без документов. Просто ворвались, сломались, сломали все. Перевернули вверх. Что они искали? Вы можете догадываться сами. Сейчас хочу сказать о своей семье, что опечатано наше жилье в госрезиденции Аларча. Мы не имеем туда доступ. Я не могу забрать свои вещи, которые я одевала и так далее. То, что принадлежит нам. Но я хочу отметить, что этот дом в резиденции Аларча был построен на наши средства. Он был оснащен полностью на наши средства. На наши средства личные, минуя государственные. И несмотря на это, они сейчас вот это делают. Я хочу сказать также, что арестован на счет, который существовал с 2002 года. Еще с Акаевского времени. Сейчас там мизер остался. Мы все это время жили на это. И сейчас я намеревалась жить на это. Но он арестован. Еще раз обращаю внимание. С 2002 года. Чтобы не было никаких недоразумений. Не мудрено. И я, наверное, уже могу сказать, что будет и опечатан дом, в котором сейчас я нахожусь с семьей. Этот дом в Койташе. И, возможно, и он будет опечатан. И просто я с семьей тогда оказываюсь на улице. Я подчеркиваю, на нашей семье больше нет ни одной единицы жилья. Была единственная квартира сына Кадербека, которую мы продали этой весной. Ни одной единицы жилья нет. Я хочу обратиться вот с помощью вас, журналистов, к главе государства, к главе нашей страны. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмазом Шершеновичем. Неоднократно и сам. И с семьей был у нас дома. Говорил теплые слова. Говорил о преданности и дружбе. Но я понимаю, что это теперь все растоптано. Все наше человеческое отношение к нему, все его заверения в дружбе, вся его речь на инаугурации, о преданности, о дружбе и о продолжении дел хороших, что начато было Алмаз Бек Шершеновичем. Вы поймите, это все уже, видимо, остается в прошлом. Также я ему хотела бы сказать то, что он сейчас творит с нашей семьей, с народом нашим, с своими бывшими соратниками. Это уже бывшие соратники, с теми, с кем он ходил рядом. Пусть он задумается, как он вообще будет выглядеть в глазах своего народа, в глазах современников, нынешних. И самое главное в глазах будущего поколения Кыргызстана. Ведь мы прекрасно знаем, что правители прошлого никогда не преследовали жен своих противников, не преследовали их детей, их семьи, потому что это было ниже их достоинства. У нас в стране это все наоборот. Я еще хотела бы сказать, вообще, не окажется ли вот такая ситуация выгодна для его репутации? Выгодно ли для его репутации, как главы государства, то, что сейчас он творит? Выгодно ли она сейчас для народа Кыргызстана и для всего мирового сообщества? И самое главное, в исторической перспективе. Каким правителем он собирается остаться для будущих поколений? Это все решать ему самому. Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела сегодняшнего дня. Я единственное хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика это грязное дело и никогда старалась не вмешиваться в это. И поэтому то, что сейчас творится, то, что сейчас открываются уголовные дела, я даже не знаю, где какой суд находится. И я не знаю ни одного судью. Поэтому желаемое властями просто выдаются за действительными. Такое решение пока даже неизвестно. Пока что мы приехали сюда, чтобы увидеться и со сторонниками отца. И, конечно, надеялись, как вы знаете, в последний момент сменили точку, где будет избрана мера пресечения, насколько я понял. Сначала это был городской суд, потом в последнюю минуту это стало здание ГКНБ. То есть все это так странно на самом деле. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю с тем, что если бы это мера пресечения избиралась в здании горсуда, то все-таки там были бы некоторые элементы гласности. Люди бы смогли присутствовать и, по крайней мере, лицезреть весь беспредел. Сейчас же беспредел будет проходить в четырех стенах, куда ни мы, возможно, и журналисты не будут иметь никакого доступа. Я гражданский активист. Я сегодня пришел сюда, чтобы требовать справедливого суда. Ввиду того, что в Пешкекском городском суде отменили, то есть суд, перевели суда, это говорит о том, что о закрытии судопроизводства это не должно быть в суверенном государстве, так не должно быть. Это говорит о том, что это заранее беспредстрастного суда мы не дождемся. Поэтому я здесь требую, как меня зовут Атилет, это означает справедливость. Я требую справедливости суда производства. И на кыргызском, пожалуйста, можете сказать?